Всем привет, друзья! В декабре 2018 года вышло долгожданное обновление до Android 9.0 Pie для Xiaomi Mi A1. Как только оно вышло, я на него сразу же сделал обзор, но потом люди начали писать в комментариях, что у меня одна проблема, у меня другая, у кого-то 4G отваливается, у кого-то не работает распространение интернета, и таких проблем было достаточно много, и поэтому я написал даже отдельный ролик про то, какие проблемы вышли с Android 9.0 для Xiaomi Mi A1. Но как оказалось, даже в том видео я перечислил далеко не все проблемы, которые потом люди писали в комментариях к тому видеоролику. И в общем-то многие меня потом просили записать в видеоролик о том, как откатиться с 9.0 до 8.0, но до какого-то времени это было невозможно, потому что Google заблокировали возможность откататься просто с 9.0 до 8.0 обычными старыми методами. Но, тем не менее, умельцы в интернете смогли найти способ, как откатиться с 9.0 до 8.0, с чем я и спешу с вами поделиться. Если вы видели предыдущие мои инструкции по установке Google камеры на Xiaomi Mi A1, то вы должны знать, что я делаю достаточно такие подробные инструкции, в этот раз это не обошло стороной. И если вы смотрели те инструкции, то что-то может вам показаться знакомым, но тем не менее, мне нужно было сделать эту инструкцию такой же подробной, потому что некоторые люди могли на нее наткнуться в первый раз. Если вы хотите откатиться с 9.0 до 8.0 и до этого вы еще устанавливали Google камеру, то многие моменты могут быть для вас знакомы и считайте, что большую часть работы вы сделали, вам нужно будет пройти всего лишь несколько шагов. В этом ролике я не призываю вас откатываться с 9.0 до 8.0, видео несет в себе лишь образовательный характер. И поэтому дважды подумайте перед тем, как выполнять данную инструкцию, потому что если вы по своей невнимательности совершите какую-то ошибку, то телефон попросту может превратиться в кирпич. Я надеюсь, что я всем все понятно объяснил и как обычно все необходимые файлы вы сможете найти в ссылочке в описании под этим видео. Собственно, давайте начинать инструкцию подкату с 9.0 до 8.0 андроида на Xiaomi Mi A1. Приятного просмотра! Перед тем, как начать инструкцию, нам нужно подготовить некоторые файлы. Вы можете скачать архивный файл, который я оставлю по ссылке в описании, там будут все необходимые файлы. Распаковываем их на рабочий стол и располагаем в таком порядке, как у меня, чтобы было удобно следовать инструкции. Далее заходим на диск C, копируем папочку ADB, копируем ее, заходим обратно на диск C и вставляем. Это очень важно для того, чтобы у нас работали команды ADB. Не пропустите этот момент. На этом, в принципе, все. Можем приступать к инструкции. Теперь переходим к телефону. Нам нужно будет зайти в настройки, найти настройки защиты и отключить полностью всю защиту телефона, чтобы не было никакого пин-кода. Далее заходим в настройки системы, настройки по телефоне, спускаемся вниз и находим пункт номер сборки, нажимаем на него 7 раз подряд, чтобы у нас активировались настройки разработчика. Заходим в настройки разработчика и ищем пункт заводская разблокировка. Активируем ее, спускаемся чуть-чуть ниже и находим пункт отладка по USB, ее мы также активируем. Теперь нам нужно подсоединить телефон к компьютеру, как только мы его подсоединили, заходим в настройки соединения и активируем пункт передача данных, для того чтобы у нас установились первичные драйвера телефона. После того, как мы это сделали, отключаем телефон от компьютера и снова его подключаем, но на этот раз мы уже ничего не трогаем, оставляем все как есть. Теперь переходим на рабочий стол, находим файл ADB Setup для того, чтобы нам установить ADB драйвера на компьютер. Нажимаем несколько раз на клавишу Y, тем самым подтверждая установку. Сейчас у нас вылезет окошко установки драйверов, их мы также подтверждаем и устанавливаем. После того, как мы установили драйвера ADB, переходим на диск C, находим папку ADB, которую мы до этого сюда копировали, зажимаем клавишу Shift и нажимаем на правую кнопку мышки и активируем окно PowerShell. После этого переходим к инструкции, копируем первую команду ADB Devices, переходим обратно к окну PowerShell и вставляем ее. После того, как мы ее активируем, у нас выскочит окошко об отладке по USB, нажимаем на галочку, чтобы оно происходило всегда и подтверждаем, после этого еще раз вставляем команду. Я случайно закрыл окно PowerShell через диск C, папочку ADB, можете ее не закрывать. Переходим обратно к инструкции, копируем команду ADB Reboot Bootloader и активируем ее, тем самым наш телефон перейдет в режим Fast Boot, появится зайчик с Android. После этого копируем команду Fast Boot Devices и проверяем работоспособность ADB. Как видим, у нас все работает, девайс определился. После этого копируем команду Fast Boot Home Unlock, вставляем ее в окно PowerShell и активируем, тем самым мы разблокируем загрузчик на телефоне для последующей установки прошивки. После этого на телефоне сотрутся полностью все данные и телефон перейдет к заводским настройкам. Для тех, кто немного в курсе и хочет написать в комментариях, почему мы не зажимаем нижнюю клавишу громкости при разблокировке загрузчика, объясняю, если мы ее зажмем данные у нас не сотрутся, но после этого, когда мы будем устанавливать Custom Recovery TWRP, у нас произойдет ошибка и данные все равно сотрутся, поэтому нам легче пройти этот шаг, чтобы данные у нас сразу стерлись и после этого мы бы спокойно установили TWRP. После того, как мы разблокируем загрузчик и телефон перейдет к заводским настройкам, нам нужно будет настроить телефон заново, но один момент пропускает и все, что можно пропустить, особенно настройку Wi-Fi, чтобы потом не логиниться в Google аккаунт, это нам сэкономит очень много времени. После того, как мы провели первоначальную настройку телефона, снова проходим все те пункты, которые мы проходили в начале, то есть отключаете защиту, активируете настройки разработчика и так далее. Может случиться такое, что у вас выскочит окошко об отладке по USB до того, как мы введем команду ADB Devices, но нам все равно нужно будет это сделать. Заходим в папочку ADB, сжимаем клавишу Shift, правую кнопку мышки, активируем окно PowerShell, копируем команду ADB Devices, вставляем ее и смотрим, что все у нас работает хорошо. Копируем команду ADB Reboot Bootloader, чтобы перейти в режим Fastboot, вставляем ее и телефон перейдет в режим Fastboot и появится Android с зайчиком. После этого копируем команду Fastboot Devices и смотрим, что телефон у нас определяется компьютером корректно. Сейчас нам нужно будет установить Custom Recovery TWRP. Для этого возвращаемся на рабочий стол и находим папку, которую мы разоргибировали, она так и называется TWRP. Заходим в нее, зажимаем клавишу Shift, правую кнопку мышки и активируем окошко PowerShell из этой папки. Возвращаемся к инструкции, копируем необходимую команду для установки TWRP, вставляем ее и ждем, но нужно будет подождать какое-то время до того, как у нас активируется Custom Recovery. Как только у нас установится TWRP, свайпом слева направо, переходим в главное меню от Custom Recovery, после этого возвращаемся на рабочий стол компьютера, заходим папочку Backup и находим папочку с необходимым бэкапом от 8-го андроида. Это некий лайфхак, как раз таки, чтобы откатиться с 9-го до 8-го андроида, без этого у нас прошивка не установится. Копируем необходимую папку, переходим в внутренний хранилище телефон и находим папку TWRP и вставляем скопированную папку сюда. После того, как мы перенесли необходимую папку во внутренний хранилище телефона, заходим в раздел Restore меню TWRP, у нас появится необходимая папочка, нажимаем на нее и нам нужно будет провести свайпом слева направо для того, чтобы установить бэкап на телефон от 8-го андроида для последующей установки прошивки. После установки бэкапа переходим в главное меню TWRP, переходим в раздел Reboot и нажимаем на Boot Loader. После этого отказываемся от установки TWRP на телефон и нажимаем на клавишу Do Not Install. После этого телефон перейдет в режим Fastboot. Теперь возвращаемся к рабочему столу, находим папочку Mi Flash на рабочем столе, активируем программу Xiaomi Flash для установки прошивки на Mi A1, после этого переходим к папочку Android 8 Mi A1 и нам нужно будет скопировать необходимый путь до нее. Копируем его и возвращаемся в программу Mi Flash, вставляем и нажимаем на кнопку Refresh. После того, как мы нажали на клавишу Refresh, телефон определится компьютером автоматически. После этого нажимаем на кнопку Clean All, не пропустите этот момент, иначе все будет зря, телефон превратится в кирпич. Обязательно нужно нажать Clean All и активировать установку прошивки. Пройдет некоторое время, плюс-минус 5-10 минут в зависимости от производительности вашего компьютера. После установки прошивки нужно будет пройти первоначальную настройку на Android 8, она, кстати, отличается от 9-го Android, я это заметил. Можете также не подключаться к Wi-Fi, чтобы у нас не скачалась следующая прошивка автоматически, мы все проходим и переходим на главный рабочий столб телефона. После этого заходите в настройки и проверяйте, что у нас установлен 8-ой Android. Заходим о телефоне и видим, что у нас откатился Android с 9-го до 8-го и значит мы все сделали правильно, поздравляю. Но если вы не хотите, чтобы телефон сам обновился до следующей прошивки, заходим в настройки о телефоне, находим номер сборки, активируем настройки разработчика, заходим в них и находим пункт автоматические обновления системы и отключаем настройки. Тем не менее, мы можем установить следующее обновление прошивки и нам придет обновление за ноябрь 2018 года, это Android 8.1. После его установки ничего страшного не будет, все останется как есть, баков никаких на нем не наблюдалось, это очень стабильная прошивка. Как видите, обновление по воздуху прекрасно работает, то есть в теории, если вы захотите вернуться на 9-ый Android, то вы это спокойно сделаете. Теперь же давайте проверим, что у меня обновился Android версии 8.1 и также проверим настройку об автоматических обновлениях системы, зайдем в настройки меню для разработчиков и видим, что галочка снята с автоматических обновлений системы. То есть до 9-ого Android телефон самостоятельно не сможет обновиться. Кстати, впоследствии у вас будет выскакивать уведомление о том, что доступно новое обновление до Android 9.0. Чтобы его убрать, заходим в настройки, в приложение, показать все приложения. Нам нужно найти сервисы Google Play, нажимаем на них, уведомление приложения, скроллим вниз и находим обновление системы и вырубаем это уведомление, тем самым уведомление нам больше не будет приходить об обновлении. На этом все. И как видите, на самом деле инструкция не самая сложная из тех, которых может быть, особенно если вы смотрели инструкцию по установке Google камеры, там немножко посложнее. Если вы будете делать все шаг за шагом внимательно, то все получится без проблем. Надеюсь, что это видео поможет решить проблему достаточно большого количества людей, потому что, как показывает практика, люди пишут, что у них находятся баги даже на январском обновлении, которое вроде как должно быть стабильным. Лично у меня проблем при работе с Xiaomi Mi A1 не наблюдалось, но раз многие прошли, поэтому я сделал. Тем не менее, для меня этот откат тоже является крайне полезным, потому что теперь я могу снова записывать ролики на Mi A1 по часу длиной и больше, у меня не будет этих дурацких микрофризов между видео, когда у меня ролики записывались по 7 минут 45 секунд, не больше не меньше, то есть 4 гигабайта. Теперь хоть снова смогу записывать ролики с комфортом. На этом, в общем-то, все, если это видео вам понравилось или еще лучше оказалось полезным, не забывайте ставить палец вверх, тем самым вы поможете в продвижении этого ролика на YouTube. Также, если вы впервые на этом канале, то можете нажать на вот это всплывающее уведомление и тем самым подписаться на канал, либо посмотреть вот эти ролики и узнать что-то новое, либо полезное. Ну а у меня на этом все, и как обычно, всем удачи, всем пока!